Как вы все видели, да, огромное количество абсолютно разных девушек. Каждая была хороша по-своему. Ну, видимо, я не знаю, может быть во мне что-то не так, может быть у меня слишком завышенные требования. Вот мы и хотим понять, Ром, может быть, вот наконец-то ты впервые сказал это сам стать, молодец. До этого тоже надо дойти, потому что когда ты ходишь и направо-налево говоришь о том, что я легенда, и девушки должны падать передо мной. Чтобы все понимали, это шутка. Все ребята на поле не знают, что это шутка. Нет, Ром, ты так считаешь. Я никогда всерьез не говорил, что я легенда, но это бред. Оль, я хочу, кстати, перейти к Марго. Вот в этом сюжете она говорила о том, что Роме ничего не светит в отеле без камер. Марго, твое прошлое, конечно, накладывает отпечаток. Сейчас мы, давайте подождем, пока закончит Оленькая ромашка у нас. Да нет, просто он прикрывается словом, что это шутка, но на самом деле он действительно так считает. Я понимаю, он не на того мужчину поставил на самом деле. Ходил на поляне и говорил, что Оля в меня влюблена, шутка. Что-то такого. У меня в сторис недавно ты говорил о том, что Оля тебя любит, просто она не стесняется признаться. Что я не топчик, оказывается. Нет, так я не говорил. Я говорил, что ты стесняешься в этом признаться просто. Так вот оно вот слабое звено. А ты меня разлюбил, значит, да? А я люблю, да? Да, мне же твой рот. Ты забыла просто. Ты мою фотографию сожгла, а я нет. Если вы хотите, мы можем прямо сейчас вас отпустить определяться, а мы поговорим по поводу других персонажей. Нет, там и тут неплохо, да, Ром? Ну, я мог бы и уйти когда. Мне кажется, тут вот пока все складывается, бузяк. Просто когда я за Олей ухаживал, мне кажется, у нее интерес пропал, ей это стало, как-то, знаете, так. Вот, а сейчас просто тактику поменял. Ты скажи, у тебя чувства Кули есть? Да. Да или нет? Ну что, я опять сейчас начну, скажу, да, вы мне скажете, прикрываешься чувствами к Бузовой, боишься уйти с проекта, и вот эта песня. Ответь на вопрос требует ведущий телепроекта. Да. А мне кажется, Бузова должна бы сказать, я так и знала. Ром, ну не теряйся там как-то, я не знаю, ну приобними хотя бы. Нет, ну нет же, Бузова же. Такого не может быть. Ладно, пусть она... Ты глупенький, что ли? Ну, лови момент, дурашка. Ладно, что ты хочешь от меня? Вот я считаю, что взрослый мужчина на публику вот так вот не играет. Оль, ты правильно сделала, что вот прям отсекла мальчонку. Правда, малолетки, это вот вообще не... Вот по-моему, буду сидеть рожать вот это вот. Ну, что сделать, я не знаю. Вот, ну вот... Я просто знаю, что такое чувство. Просто есть когда реальные чувства. Ну, человек же он скучает, правильно? Давайте, ну, стой. Можно я договорю сначала? Да подожди, там мальчик просыпается. Подожди, ты спугнешься сейчас. Мужик вылезает из ромки. Я была две недели на стишках, ты даже мне ни разу ничего не написал. Ладно, давай обнимемся. Мы же все-таки уже не чужие друг к другу люди. Ну хотя бы обнимемся, я же правда не знаю. Давайте продолжим. Она стесняется. Ром, ну что ты... Оль, ну ты сейчас спугнешь, с него мужик лезет. Смотри, о. Давай поцелуй давай. Это она сделала. А можно вопрос? А что я спрашиваю? Я ведущая. Нормально. У меня вопрос сейчас к друзьям Роману Гриценко. Вот скажите мне честно, ребята, вот честно. Роман Гриценко, после того, как мы поставили в его ухаживание за мной жирную точку, после того, как через его постель прошло огромное количество женщин, он лично вам говорил о том, что он переживает, что он скучает, что я ему по-прежнему нравлюсь. Естественно, мы с Гриценко стабильно разговариваем о тебе, даже когда вы там где-то иногда друг другу лайки ставите. Каждый момент мы обсуждаем. Он у меня спрашивает. Так, Рома, а этот лайк что значит? А вот этот лайк что значит? Оль, я не могу понять, ты тоже что ли малолетка, а? Вы лайкаете друг другу в социальных... Это неправда, это шутка была. Не, какая шутка? Ему 19 там, я понимаю, да, а в душе 13. Но ты уже тетя взрослая, но... Я молодая, красивая, перспективная, самая завидная невеста в стране вообще-то. И лайкаешь Ромку. И лайкаешь Ромку, ну Оля. И сейчас, и сейчас я надеюсь, что на своем новом шоу в рамках телеканала ТНТ я наконец-то встречу свою любовь. Ты предлагаешь в рамках этого шоу отправить Романа... Нет. Мессик, почему нет? Кастинг уже закончился. Начнем. Ради тебя, Оль, начнем заново. Хочешь? Он не проявил инициативу, поэтому не хочу. Оль, да ты что, ты, ты что, да что? Вы меня запарили вдвоем в натуре, а? Давайте перейдем к Марго. Нет, я не могу перейти к Марго, потому что у тебя два человека. Между ними тает лед. По-другому я тоже никак не могу сказать. Я не могу вести эту программу, пока вы откровенно друг на друга вот сидите и друг с другом кокетничаете. Я кокетничаю? Да. Да. Можно мне подпудриться? Итак, дорогие друзья, Ольга Бузова на пару минут прямо сейчас отправляется от пофудриться. Рома Гриценко, я отпускаю вместе с ней, чтобы он помог. Что ты тут устал? А мы продолжаем шоу и... АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, я вообще ни при чем. Ни при чем? Да. Так, как ты сказал сейчас. Да. А ты думаешь, это не правда? Ну, да. Ну, очень жаль. Рормально выгляжу? Да, отлично. Загорелая. Очень. Да. А можно водички побить? Я что-то с солью у меня пересохло все в горле рядом. Волнуюсь немного. Я исправился, видишь, все. Джентльмен настоящий. Пожалуйста. Я просто знаю, когда люди ведут себя, когда они скучают. Я тоже знаю. Я просто не хочу, как раньше. Ну, что толку? Вот я бегал, как дурачок. И в конце уже начал надоедать. Вот и все. Я не хочу, чтобы так продолжалось. Я нормально выгляжу? Точно? Я у Ромы спрашиваю. Очень красиво, я же говорю. Так, подождите, все. Марго не интересует что-то. Оля. Ты запудрилась? Да. Подожди, Ромашка. Ты запудрилась? Опять блещу? Плохо, да, Оль. Надо подпудриться еще, правда. Да ну хватит, Влад. Ну, у тебя на лобики, на лобики, на лобики. Я могу проводить, Ольга. Я могу проводить, Ольга. Да что, продолжайте. Тебе, ну, правда, надо подпудрить. Оль, могу проводить. Ну, пойдем, правда, надо. Ну, ладно, нормально, ты только что сказал, что я красива. Все, она уже отказывается. Ты только что сказал, что я красива. Лучше пока не уйдем в страну. Держите и стул забрать, я не против. Да нет, я только что. А, давай, давай, подпудримся. Про Марго все равно неинтересно. Давай, занимайся делом. Отпусти, пожалуйста, мою руку. Да, Антоник. Отпусти, пожалуйста, мою руку. Да, Антоник.